Это ботинки горного егеря Тут у нас шипы Вот шипы У нее немного вылетали Специальный норвежский шов Способ пришивания Пришивалась кожа Выгибалась в эту сторону И пришивалась к подошве Чтобы вода не попадала Я в этих ботинках Буквально несколько недель назад Хлюпал по лужам и ноги были сухие Они очень теплые Минус 30 на грани замерзла Мы были на фестивале в городе Екатеринбург Был минус 32 23 февраля В прошлом году я с шерстяным носком У них не замерз В прошлом году также мы были в горах На небольших горах Благодаря такому расположению Триконий По плоским камням По плоским камням Ботинок практически не скользит Площадь увеличится Обычные пехотные Допустим сапоги Или пехотные ботинки У меня только шипы в этой области И каблук Рамочный такой Они очень скользкие на самом деле Шнурки хати сделаны из сыромятной кожи Они тоже кожаные Несинтетические Особенность сыромятной кожи Когда она намокает Она очень сильно тянется То есть шнурки у меня достаточно сильно вытянулись То есть можно выбрать любой способ Заправки шнурков Это не критично Желательно сзади зафиксировать Чтобы нога сильно не болталась Несколько раз Вот они вытянулись так сильно Вот фиксируется Берется обмотка Обмотка Это у меня она Правая Подписана Вот Рихт Правая Вот есть еще вот Левая Линкс Тоже отметка Л Линкс То есть правая левая Еще такой крючок есть Специальный Крючок цепляется Зу шнурок Вот этим крючком Цепляем Зу шнурок Подгибаем наверх язычок Здесь специальная полоса Вот такая вот есть Сейчас я сниму Покажу Вот такая полоса Вот здесь прошита Поначалу Вот она Вы говоря На два витка Она как раз усиливается Сейчас я покажу Почему она нужна Она как раз Будет по низу идти Эта полоса Наверх Немножко вытянули язычок Чтобы он не выпадал И натягиваем Накручиваем И тихонечко заправляем Уграем вот это отверстие Замотать Чтобы Не попала Всякая ерунда Снег там Земля Трава Насекомые В высотах Хотя намоток Не критично Кто-то Наматывал низко Вот так вот Бабушечку делали Толстую Кто-то наматывал повыше Я люблю повыше наматывать Но лично мое Так что Гамаши Как бы Намотки Обмотки Они обладают Таким неким Компрессионным эффектом То есть В Первую войну Например Очень часто использовали Обмотки Именно Британцы Американцы Потому что Они Как 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 у футболистов Гетро Держали мышцу в тонусе И не давали Лишней крови уходить Вот зацепили И просто Вот так Протягиваем его Все Обмотка готова Насколько удобно Вот так На самом деле Вот в этой обуви В горных ботинках Вот в такой местности Не ходили Потому что Это специальная горная обувь Она Достаточно У нее толстая подошва И шипы То есть Они очень Видите Сильно набиваются грязью То есть Здесь все забивается Здесь все забивается Грязь Особенно когда Идешь по снегу По такому Тающему Здесь вот полностью Такая большая бобыха Снега налипает Не очень удобно ходить Поэтому На маршах И в пылевых ягерях Старайтесь использовать Обычные сапоги Либо обычные ботинки Потому что Есть много фотографий Реальных Где на марше Ягеря горные Когда они только Ну во время войны Уже Входили на территорию Советского Союза Они шли в обычных Маршевых сапогах Даже есть фотографии Где они шли В пехотных ботинках С обычными Пехотными Гетерами Без обмоток То есть По факту Это да Это спецобувь Для спецмест Так сказать